Что же происходит в Москве? Что строится в Москве? Московский урбанистический форум. Город, человек будущего. От города, от частных инвесторов строится театр фигурного катания, школа, академия по хоккею, керлинг-центр, бассейны. Мы сбрасываем ниже скорость, но все равно вперед нам нужно быстрее выполнять термотивы. Были престижные районы, были непрестижные. Потом это все стало супер престижным районом. Надмосковье такое. Вот мы и построили тоннель новый в городе Москва. Всем привет! Это видеоблог «Хочу квартиру». Меня по-прежнему зовут Никита Журавлев. И сегодня мы на московском урбанистическом форуме. Ну, я бы назвал это не форум, а скорее фестиваль. В этом году организаторы решили сделать совершенно иной формат. Московский урбанистический форум создан для профессионального сообщества, где обсуждаются градостроительные решения, приезжали разные мэры разных городов, показывали, какие есть решения городской среды. Были концептуальные дискуссии именно для профессионального рынка, для градостроителей. И в этом году в заряде с 4 по 10 сентября это открытая площадка, куда может прийти любой желающий и посмотреть, какие есть мегапроекты у Москвы. Посмотреть, пощупать, пообщаться, полетать в ярочках и вообще в принципе насладиться тем, что же происходит в Москве. Поэтому рекомендую посетить, посмотреть, пощупать своими ручками, посмотреть мегапроекты, которые сегодня представлены в заряде. Что строится в Москве? Московский урбанический форум проходит в 4 точках. Зарядье, Манеж, Лужники и ВДНХ. А мы сегодня здесь посмотрим ряд стендов, покажем, что здесь происходит, чтобы вас заинтересовать и вовлечь сюда. Ну и поговорим с девелоперами, что вообще происходит у нас в градостроительной политике. Что они делают для того, чтобы развивать наш город, делать будущее. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Погнали! Московский урбанистический форум, фестиваль «Город, человек, будущее». Вот как синхронизируется «Донстрой» с «Город, человек, будущее». Что делает девелопер сегодня для вот этого контекста, эгиды, чего проходит сегодня Московский урбанистический форум? Ну, наша компания принимает, наверное, непосредственное участие в формировании образа города. То есть все наши проекты, которые мы сегодня ведем, они все большие и крупные. То есть это действительно такая большая комплексная застройка, которая образует чуть ли не новые районы. То есть глобально у нас... Это не просто микро-районы, а действительно районы. Новые районы Москвы. То есть, естественно, мы обеспечиваем не только квадратными метрами жилья, мы обеспечиваем эти районы еще и инфраструктурой. Школы, детские сады, спортивные площадки, аллеи для прогулок. То есть это все есть во всех наших проектах сегодняшних. Вот я простой москвич пришел на фестиваль, на форум. Чем порадуете? Что вы мне покажете? Что я увижу здесь? Ну, наша компания предложит пообщаться вам по нашим проектам. Я могу осветить наши проекты, наши дома, наши квартиры, в которых мы сейчас работаем, которые мы сейчас продаем и предлагаем на рынок. Ну, собственно говоря, подготовились мы, поставив несколько макетов. Это в формате... Образ, образ, образ дом строя. Можно попробовать угадать, где какой дом. То есть здесь есть как строящиеся проекты, так и уже давно сданные. Хорошо. Классно. А давай я попробую поугадывать. Ты же все знаешь, да? Ну, конечно. Да. А Триумф Палах? Да. А события? Да. События 4. 4. Алые паруса? Нет, не Алые паруса. Это Сетунь. Это долина Сетунь. Долина Сетунь. Воробьевы горы? Воробьевы горы, все верно. А вот Мосфильмовская. Хорошо. Но, я так понимаю, сегодня вы говорите об острове. Это ваш знаковый проект. И здесь можно также ознакомиться на карте. Мне кажется, остров – это такие показательные выступления, как должна развиваться совместно с городскими властями территория. Что сюда сначала пришла инфраструктура в виде транспорта. Построили магистраль, построили метро. И вы уже зашли на эту территорию с огромной концептуальной историей, где синхронизируется и жилье, и социальная инфраструктура. Что здесь сейчас развивается, какие перспективы, в каком состоянии эта территория? Потому что она такая довольно знаковая история. Да, это, наверное, не свойственно для развития территории. Но в острове происходит именно так. Здесь инфраструктура развивается. Быстрее. Переод строительства новых домов. То есть появилось метро за полтора, за два года до первых домов, по сути. То есть у нас в этом году происходит сдача первой очереди. А метро уже люди пользуются два года. Развита транспортная инфраструктура. Собственно говоря, сама северо-западная хорда, она уже строилась. То есть заранее запрограммирована на то, что здесь будет целый жилой район. Мы построим здесь, естественно, школы с детскими садами. То есть будет и частный детский сад, будут и государственные садики со школами. От города, от частных инвесторов строится много спортивных комплексов. Театр фигурного катания, будет школа, академия по хоккею, керлинг-центр, бассейны, серфинг-центр «Волна». В рамках развития велоспорта построятся два велопешеходных моста, по которым можно будет тоже жителям попадать к другим спортивным объектам, на соседнюю набережную Москварики, к грибному каналу, в парковые зоны. То есть все это рядом, все это расширяет пространство, расширяет возможности жителей. Город будущего, можно сказать, район будущего. Да, вот как раз это чуть ли не такая одна из немногих комплексных застроек, которая нашла место, неиспользуемая раньше промзонами, промышленными предприятиями. Действительно такое десно-чистое практически место. Когда все-таки вот эта вся территория зацветет? Когда строитель, нога строителя уйдет? Ну, рассчитываем, что к 27-му году нога строителя уйдет, да, то есть, ну, вот опять же, за себя мы можем говорить чуть более уверенно, да, то есть, ну, здесь еще выполняют строительные работы, ну, уже более точечно, да, то есть, как раз с инфраструктурными объектами. Тем не менее, расчет такой, что ориентируемся к 27-му году, что строительство глобально закончится. По опыту могу сказать, что, конечно, в любом случае, да, то есть, когда вот жизнь действительно станет комфортной, ну, как правило, год еще полтора точно проходит после сдачи домов, когда большинство людей заселяется, когда глобально заканчиваются ремонты, когда открываются все коммерческие помещения, да, то есть, ну, когда мы говорим про комфорт жизни, да, то есть, это же не только парк, да, то есть, школа, да, то есть, должны быть магазины в пешей доступности, должны быть парикмахерские салоны красоты, должны быть, там, не знаю, химчистки те же самые, да, то есть, всем этим, конечно, мы тоже обеспечиваем первые даже неизменно коммерческие помещения, вот такие вот шаговые доступности, да, прежде всего, как раз, вот, куда детей отдать, чем их занять, чем занять, да, вот эта вот вся досуговая услуга и так далее, конечно, должно запуститься. 27-й год, это нам осталось 3 годика всего. Плюс-минус, да, то есть, все, что мы сейчас строим, продаем, это, конечно, будет раньше готово. Каналу «Хочу квартиру 6 лет», то есть, через 3 года, короче, надо ехать проверять вас через 3 года. А 10 будет как раз уже тот самый комфортный уровень жизни, на юбилейный выпуск можно будет совместить. Да, вот, юбилей сделаем на острове. Все, договорились. Спасибо. Ну, наверное, самым интересным стендом, динамичным, энергичным стал стенд Мосэнш-проекта. Здесь интерактивные вообще, всякие разные штуки, по которым можно пройтись, посмотреть, как строится тоннель, узнать, как метрополитен строится, как станции большой кольцевой линии строится, понажимать разные кнопочки и увидеть, что происходит в строительстве. Но самое прикольное, наверное, это будут виртуальные очки и будет прикольно посмотреть вообще, как строятся тоннели. Мы сейчас сами будем строить тоннели и поработаем в тоннелепроходческом манипуляторе. Одеваем каски. А, там что-то пожар у нас. Да, мы сбрасываем ниже скорость, но все равно вперед нам нужно быстрее выполнять термотивы. Вот мы и построили тоннель новый в городе Москва. Виртуальная реальность. Город, человек, будущее. Вот как синхронизируется Капитал Групп, вообще девелопинг, с город, человек, будущее. То есть мы видели много проектов в городе. И в нулевые, это Москва-Сити становление, да. Сегодня 2023 год, и таких прорывных, концептуальных проектов на рынке не появляется. Из-за вот какой-то вот некая стандартизация. Но в вашем портфеле есть действительно такие объекты, которые вызывают спор общественности, вызывают дискуссии. Мне кажется, по-моему, они просто прорывные. Там, Бадаевский, тот же самый. Это единственный проект, который можно отметить во всей палитре проектов, которые в Москве представлены. Вот не страшно найти такие прорывные проекты? Они еще длинные, прежде всего. Конечно, страшно. Ну, как бы это проекты, которые, я думаю, что если бы другая компания делала, она бы даже не решила сделать, потому что они находятся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 такие пространства которые вы можете посмотреть что происходит в городе москва и какие перспективные проекты комментарии лайки приветствуются пока